Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География России, Хозяйство и Географические районы, 9 класс, за авторством Алексеева, Низовцева, Ким, издательство Дрофа. Параграф 39. Южные моря России. Несмотря на относительно небольшую длину береговой линии, Южные моря имеют огромное значение для России. Через Черное, Азовское и Каспийские моря осуществляются связи России как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья. Из Азово-Черноморского бассейна через проливы Босфора-Дарданелла можно непосредственно попасть в Средиземное море и далее в Атлантические и Индийские океаны. В чем заключается своеобразие Черного моря? Черное море – самое теплое и приветливое из российских морей. У берегов России оно не замерзает. Это внутреннее море занимает обширную и глубокую плоскодонную котловину глубиной почти в 2000 метров. Наибольшая глубина – 2210 метров. Характерной чертой Черного моря является небольшое количество заливов и бухт и практически полное отсутствие островов. За длительную историю существования Черного моря его побережья испытывали неоднократные поднятия и опускания. Эти движения продолжаются и поныне. Поэтому неудивительно, что на дне моря морские археологи обнаруживают погребенные под толщей ила античные города и селения. Отличительной чертой толщи вод Черного моря является его двухэтажность. Верхний 100-метровый слой воды очень хорошо перемещивается, поэтому насыщен кислородом. А вот глубже перемешивания не происходит. Воды застаиваются и с глубины примерно 100-200 метров кислород вытесняется ядовитым газом с сероводородом. На глубине 1500 метров его содержание достигает такой концентрации, что там в состоянии жить только анаэробные бактерии. Это практически мертвая зона. Этим, кстати, Черное море уникально. На глубинах Черного моря, уже где-то с глубины в 500 метров, количество сероводорода достаточно велико к тому, чтобы кислорода там попросту не было. Это делает Черное море уникальным в плане консервации того, что туда попало. Различные деревянные, металлические корабли, которые затонули в Черном море, они прекрасно сохраняются. По той причине, что никакие бактерии не в состоянии воздействовать из-за сероводорода на эти самые остатки кораблей. Те великолепно сохраняются. Но одновременно, казалось бы, при таком хорошем сохранении можно было бы провести археологические экспедиции. Но это не так-то легко на самом деле сделать. Нужно защищать какие-то аппараты, которые будут работать на Черном море, от сероводорода. Это не так-то легко на таких больших глубинах. Рыбными ресурсами Черное море, по сравнению с другими морями России, небогато. Встречаются средиземноморские виды. Кефаль, скумбрия, это промысловые виды. Анчоус, ставрида, пресноводный, судак, лещ, тарань. Немного сохранилось проходных видов. Осетровый, сельди. Это связано с загрязнением моря с точными водами. Проходные виды, это те, которые движутся, например, по данной территории из одного какого-то пункта в другой. Например, из верховей реки Дон, к примеру, в Средиземное море. Пожалуйста, они могут вот так продвигаться. Это и есть проходные виды. Новороссийск, основанный в 1839 году как военное укрепление на берегу Цемесской или Новороссийской бухты, в конце 19 века вблизи города были обнаружены богатейшие завиажи мергелий, сырья для производства цемента. И вскоре здесь работали 10 цементных заводов. В годы Великой Отечественной войны город-герой Новороссийск стал местом ожесточенных боев. В сентябре 1942 года фронт остановился на его окраине. Город был разрушен. Современный Новороссийск. Это крупный порт с грузооборотом свыше 120 миллионов тонн. Проще говоря, Новороссийск это крупнейший российский торговый порт. На втором месте идет Усть-Луга. Но у Балтийской Усть-Луги есть все шансы обогнать Новороссийск. Основной Черноморский порт при отгрузке за рубеж российской нефти, поступающий по нефтепроводу из Западной Сибири и Поволжья. Цемесская бухта очень удобная гавань. В нее могут заходить самые большие суда. Но осенью и зимой там бывают ветры ураганной силы, бура, дующие с северо-востока через горные перевалы и представляющие большую опасность для судоходства. Каковы проблемы Азовского моря? Азовское море одно из самых маленьких морей земного шара и самое мелководное. Наибольшая глубина не достигает даже 14 метров, а преобладающие глубины всего лишь от 5 до 7 метров. В восточной части моря с российской стороны на сотни метров от берега глубина обычно не превышает 2-4 метров. Летом вся толща воды прогревается почти до 30 градусов Цельсия, а зимой замерзает. Через узкий, всего 4,5 километра и неглубокий, всего лишь до 18 метров Керченский пролив проходит водообмен с Черным морем. Длительное время Азовское море отличалось необычайной продуктивностью, являлось мировым рекордсменом по запасам рыбы на единицу площади. Этому способствовала мелководность моря, хорошая прогреваемость и освещенность всей толще слабо минерализованной воды, ее перемешивание и насыщение кислородом на всю глубину. Главными промысловыми видами были осетровые, белуга, осетр, севрюга, судак, лещ, сазан, тарань, сельди. За регулирование рек водохранилищами и большой расход воды на орошение, промысловые и бытовые нужды резко сократили речной исток Дона и Кубань, это реки, за последние 60 лет. Это вызвало приток более соленых черноморских вод. В итоге заметно сократилась акватория, пригодная для обитания ценных промысловых рыб. Снизились запасы кормов. Плотины преградили путь к местам нерестилищ, проходным рыбам, резко увеличились сбросы сточных вод, что усилило падение продуктивности моря. К счастью, от себя я добавляю, что сейчас правительство занялось этой проблемой очень активно. Начали очень активно работать над тем, чтобы очистить сначала реку Дон, потом, видимо, дойдет уже и до реки Кубань. Во-первых, это строительство большого количества очистных сооружений и очистка самой реки от огромного объема загрязнений. Все это, безусловно, скажется и на самом Азовском море. Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? На протяжении многих столетий Каспийское море служило южными воротами русского государства. Известно, что восточные славяне проникали сюда еще в IX веке, а с X века русские суда уже достаточно хорошо освоили этот морской бассейн. Русские купцы торговали с народами, жившими в Прикаспий и даже проникали в дальние страны, в Индию. Тверской купец Афанасий Никитин в 1466-172 годах совершил путешествие в Персию и Индию. В его путевых заметках «Хождение за три моря» записано «Се на Песах грешное сие хождение за три моря. Первое море Дербенское». К слову сказать, Каспий имел множество имен. «Герканское» для греков, «Восточное» для ассирийцев, «Западное» для китайцев, «Харасанское» для арабов. В русских летописях Каспий называли «Хвавынским», «Дербенским морем». Современное название происходит от исчезнувшего народа Каспиев, коневодов, когда-то обитавших на западном и юго-западном побережьях. С присоединением Астраханского ханства в середине XVI века на побережье Каспийского моря появляются постоянные российские укрепленные пункты и раболовецкие селения. Россия прочно утвердилась на Каспийском море и вела торговлю с Персией, Индией и другими южными странами. Петр I, желая знать как можно больше о Каспии, направляет туда с 1714 года несколько экспедиций. Была составлена первая карта моря, включены в состав империи его западные и даже на время южные берега. Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Каспийское море – крупнейший в мире замкнутый водоем, вытянутый с севера на юг почти на 1200 км, со средней шириной в 320 км. Климат российской части Каспия континентальный, с преобладанием антициклональных условий, сухих ветров и сухой морозной зимы. Летом средняя температура достигает 25 градусов, а зимой опускается до минус 10. Однако летом нередко выпадают дни с температурой до плюс 40, а зимние морозы достигают минус 30. Северная часть моря в течение 2-3 месяцев покрывается льдом толщиной до 2 метров. Соленость воды изменяется от 0,5 промилле в устье Волги до 14 промилле на юго-востоке. Главная проблема Каспийского моря – многолетние колебания его уровня. В 1929 году он находился на отметке 26 метров ниже уровня Мирового океана, а к 1970 году понизился до минус 28,5 метра ниже уровня Мирового океана. С 1976 года наблюдалось устойчивое повышение уровня моря, которое к 1995 году достигло 2,5 метров, привело теперь к затоплению обширных площадей и разрушению морских причалов, портовых и промышленных сооружений. Перемены, связанные с наступлением или отступлением моря на многие десятки километров, приводят к необходимости переноса рыбацких поселков, перепланировки приморских частей городов. Это и постоянная забота картографов – нужно составлять новые карты прибрежной части моря. В чем же причина такого поведения Каспия? Считается, что колебания его уровня, типичные и для далекого прошлого, связаны как с тектоническими движениями, так и с многолетними климатическими циклами. В исторический период уровень моря опускался до отметки в минус 34 метра, а в XVIII веке поднялся до минус 22 метров. Были затоплены многие постройки города Дербента. Дербент на юге Дагестана – один из старейших городов на территории России. Первое поселение на территории Дербента возникло в III тысячелетии до н.э. На рубеже VIII-VII веков до н.э. Дербент стал крепостью на северной границе персидских владений. Его географическое положение уникально. Здесь Кавказские горы ближе всего подходят к морю, перегородив узкий проход вдоль его берега. Можно было контролировать сообщения между степями Северного Кавказа и Закавказьим. Дербент – старинный центр коврат качества. Здесь производят высококачественные виноградные вина, коньяки, фруктовые консервы. Чем богато Каспийское море? Уникальные рыбные богатства Каспийского моря. В мелководной северной части Каспия нагуливаются крупнейшие в мире стадо осетровых – белуга, осетр, стерлядь, севрюга, шип, белорыбица. Еще недавно Каспий давал 90% мирового улова белой рыбы, 95% черной икры. Большую ценность представляют также сельдь, килька, лещ, судак, вобла, сазан и многие другие рыбы. Богатые месторождения нефти открыты как на побережье, так и на дне моря, в основном вблизи Азербайджана и Туркмении. На побережье Каспия расположены месторождения природного газа. Выводы. Южные моря России, каждый из которых отличается своими особенностями, имеют большое значение для нашей страны, являясь ее южными портами, крупными рыбопромысловыми и рекреационными зонами. Вопросы и задания. Используя карты Атласа, дайте сравнить физико-географическую характеристику Черного и Азовского морей. Что ж, Черная и Азовская моря располагаются в северном полушарии, оба моря относятся к внутренним морям бассейна Атлантического океана. Азовское море при этом расположено севернее Черного моря. Оба моря омывают восточное побережье северо-кавказского района и являются пограничными. Средние глубины Черного моря от 1000 до 2000 метров, максимальная глубина 2210 метров. Средние глубины Азовского моря всего лишь от 5 до 10 метров, максимальная 14 метров. Соленость Черного моря составляет 17 промилле, Азовского от 10 до 11 промилле. Площадь акватории Азовского моря при этом значительно меньше площади Черного моря. Второе. С какими странами ближнего и дальнего зарубежья наша страна может осуществлять связи через Азово-Черноморский бассейн Каспийское море? Что ж, через Каспийское море Россия осуществляет транспортные связи с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном. Как видите, всего 4 страны. При этом Казахстан, Туркмения и Азербайджан в принципе относятся к ближнему зарубежью, Иран к дальнему зарубежью. С Азово-Черноморский бассейн есть связи с Украиной, Частично Молдавии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Кроме того, через Азово-Черноморский бассейн у России есть полноценная связь с Мировым океаном И всеми остальными прибрежными странами мира. Третье. На какие виды хозяйственной деятельности населения влияют экологические проблемы морей Юга России? Это сразу несколько видов хозяйственной деятельности. Во-первых, ухудшение экологии влияет на вывов рыбы. Также ухудшение экологии очень серьезно влияет на рекреационные ресурсы. То есть сильно снижается чистота воды в море, это отпугивает туристов. Снижается разнообразие растений на побережье, снижается красота побережьей, это тоже отпугивает туристов. Поэтому, конечно, проблемы присутствуют. К счастью, российское правительство хоть как-то, но активно занимается. Решением этих проблем. Пусть не сразу везде, а небольшими частями, но работа ведется. Четвертое. Как вы думаете, можно ли восстановить биологическую продуктивность Азовского моря? Да, можно. В принципе, еще в 90-е годы правительство России и Украины этим начали заниматься. Сейчас, в принципе, этим более-менее занимается только правительство России. У правительства Украины для этого никакого дела нет. Им вообще наплевать на всю экологию. Правительство России занимается этим. Во-первых, идет ограничение вылова рыбы. В советский период никто таких ограничений не вводил. Сейчас введены ограничения на вылов рыбы. Второе. Как я уже упомянул, начали очищать реку Дон. Следом, наверняка, будут и реки Кубань, и ряд других рек будут очищены. Что, безусловно, также улучшит качество воды в Азовском море. Потом имеются некоторые работы, которые вы можете поискать, по улучшению дна Азовского моря. Дело все в том, что для того, чтобы было много рыбы, желательно, чтобы дно было не песчаное, а более каменистое. С такими, где-то камень, где-то песок. На камнях легко могут закрепляться водоросли, обеспечивая еще лучшее питание и еще лучшее укрытие для различной рыбы. Вот все эти работы, они позволяют постепенно улучшать и экологию, и разнообразие рыбы в Азовском море. Какие последствия для природы и экономики, прилегающих к морю территории, имеют изменение уровня Каспия? Снижение уровня воды в Каспийском море вызывает очень серьезные проблемы, потому что приходится решать проблемы с портами на Каспийском море. Хорошо, если это порты, которые стоят на крупных реках, как, например, Астрахань. Течет река, и эта река впадает в море, и поэтому не имеет значения, ушло море или пришло море. Астрахань все равно остается портом, пусть на реке, но возле Каспийского моря. А вот, например, Махачкала, Дербент, которые стоят прямо на побережье, для них опускание уровня воды или подъем уровня воды создают очень большие проблемы. Потому что опускание уровня воды заставляет углублять акваторию, что-то решать с причалами, а подъем уровня воды может и вовсе вызвать затопление городов и целых районов этих самых городов. Все это, конечно же, создает изрядные проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...